здравствуйте и друзья вы на канале у светланы лоди сад вот и настает тот момент когда уже можно задуматься о красоте цветущего сада на следующий сезон что нужно так рано посеять для того чтобы наши цветы в общем то в начале сезона уже красиво выглядели и даже цвели все сейте устому не все а кто любит этот цветок я с ними подружилась поэтому сети устому так рано не буду и вообще не буду этого отвечаю просто на вопросы они все время идут а вот так рано я буду сеять некоторые цветы по порядку вам будут видео такие о посевах о началах уже посевной этого снимала села тут и микрозелень села зимний огород ну так чтобы побаловаться немножко зимой а сейчас уже задумываемся о композициях которые мы будем делать о том как эти цветы будут представлены у нас саду и первый такой цветок который я буду сеять это бегония конечно у меня есть бегонии кроме того чтобы я их сеяла и в принципе там не хватит но всегда хочется что-нибудь новенькое моем саду несколько видов бегоний представлены есть клубневые бегонии ампельные сорта есть клубневые бегонии сорта такие кустовые более есть бегонии ну вечно цветущие я сажаю и бегонии латиоры которые сейчас цветут вот так красиво о бегониях я недавно вам показывала такое видео показывала как я их сейчас что я с ними делаю вот они после сильнейшей обрезки это я постоянно веду прищипку делала им вторую подкормку рассказывала что нужно сделать чтобы не было прикорневых гнили это все маточники мои бегонии которые уже у меня растут несколько лет красивый цветок в принципе цветет очень долго и обильно в этом году и в июне месяце они пострадали от сильного заморозка в июне месяце притом уже в конце первой декады 8 10 июня у нас были сильнейшие заморозки но конечно бегонии пострадали но они сушки восстановились и все равно порадовали меня красивым цветением чем хорошо бегонию можно повесить в саду если это ампельные формы в таких местах где легкая полутень где солнце может быть с утра или там поздно вечером то есть им не надо такого очень солнечного места у меня они растут на заборе который я все время декорирую и получается такое верхнее озеленение большая я крона яблони весь солнечный свет сюда такой яркий дневной не пропускает поэтому тут такая легкая полутень и мои бегонии не страдают от солнечных ожогов постепенно привыкают к солнышку здесь только вечернее будет солнце и прекрасно себя чувствуют и так бегонии можно размножать и семенами и клубнями если это клубнивые бегонии вот клубнями еще рано купим клубни уже там ну в конце зимы и посадим а вот семенами вполне можно почему семена очень долго прорастают наберитесь дорогие друзья терпением примерно даже 20-30 дней могут сходить семена бегонии у меня есть семена бегонии это были виска бегония такие бегонии они я их всегда называю как какие-то птички калибри как такие маленькие бабочки то есть они не махровые но огромные каскады этих бегоний боливийских у меня несколько сортов мне много не надо я посажу вот прям немножечко и есть бегония клубнивые ампельных форм ну очень красивый называется серия санданса они у меня есть просто в моем интернет-магазине и я конечно буду сажать такие такие пакетики вот с бегониями я дарила на выставке в москве девочки напишите у кого может это уже посеял зашли ли у вас эти растюшечки и так просто я ну маленечко в коллекцию себе вот некоторые цвета хочу добавить у меня много красных бегоний хочу добавить здесь сальмон или елу желтую вот такие хочу ну просто вдобавочек но о том что вот клубнивая бегония как зимует вот смотрите все у меня всю надземную часть бегония сама постепенно сбросила ну то есть постепенно так раз-раз и все коленца упали вот такой и обвела примите огромный клубень я его не укладывал никуда спать ну вот он все сбросил и сейчас спит он живой то есть если поковырять пальцем я уж тут пробовал думаю вдруг сгнил нет он живой там даже почечки видны вот он отдохнет и пойдет в рост вы можете отдельно или клубень держать или вот как у меня здесь легкий субстрат такой торфяной прямо видно вот она спит и так что я буду делать буду сеять торфяные таблетки ну как-то мне больше нравится такой способ можете сеять на субстрат торфяной но имейте ввиду чтобы он был мелкой мелкой фракции лучше его протрясите через сито только лишь для того чтобы семечко никуда не завалилась не ушло вглубь в общем я для себя выбрала торфяные таблетки о том как готовить торфяные таблетки посмотрите небольшой небольшой кусочек видео итак торфяные таблетки в целях экономии я их режу пополам но это проверенный способ я им уже пользуюсь много лет как только появились торфяные таблетки на половинку вполне для бегуней точно хватит у них очень плохо развивается корневая система корневая система даже на фазе рассады она очень маленькая они разрастаются там длинные корни вот как у питуней такого вы даже не увидите я вам потом буду показывать если все хорошо взойдет да буду показывать как делать шевеление бегуней чтобы они немножечко побыстрее росли вот положила ну тут можете землю насыпать у меня вот вермикулит под рукой был насыпать вермикулит и в эти таблеточки разложу прямо по 2 по 2 семечка для бегуней это совершенно не страшно еще раз говорю только лишь потому что в этом контейнере они простоят очень очень долго после того как я разложу семечки я контейнер покроем крышкой и поставлю в темное место в теплое место не обязательно сразу ставить под свет семечко и без света должна наклюнуться совершенно но если у вас есть условия там лишний свет пожалуйста ставьте под свет может быть это пробудет семя чуть чуть пораньше зайти клубневые бегуни вот серия сандансов цветет прям как я говорю всегда такими розочками здесь гранулы которые я поверхностно сейчас вам все покажу на таблеточки раскладываю но в принципе точно так же как делаю я с питуньями и с какими-то другими цветами которые нужно именно разложить и 2 пакетик с семенами мне этого хватит потому что у меня ну еще раз говорю есть бегонии другие предостаточно будет взошло бы это вот самое то главное набраться терпение можно конечно же делать зубочисткой но я уже таким семенам привыкла уже и так делаю вот все все разложила видны желтенькие семена можно сверху из попрыскать на них каким-то эликсиром я обязательно это сделаю напоминаю вам энерген прекрасно работает на 1 литр берем или ампулу энергена или 8 капель энергена туда же можно добавить одну капельку hb но этот раствор долго не хранится поэтому лучше сделать ну какой-то маленький маленький объем кстати этим же эликсиром если вы пройдете по своей рассаде который уже растет будет только лучше поэтому где-то я беру вот стакан такого эликсира и обрабатываю семена и так все это у меня сейчас пойдет на прорастание будем наблюдать еще раз говорю покажу теперь наверное только уже зимой как это растет хорошо вот такая сейчас меня красота радует ну вот почему то с этой стороны ведь вот эта сторона больше к свету сейчас а вот это стоит сюда в проход и представляете не закладывает бутоны а только здесь но еще раз говорю что эта красота радует и в принципе если научиться выращивать бегонии я об этом тоже много раз говорю может быть для кого-то уже эта информация такая не интересная но вдруг новички новички увидят что бегоне выращивать не так и сложно важно учесть некоторые моменты по выращиванию о которых я уже неоднократно говорила это очень легкий субстрат и даже не питательный субстрат составленный на основе верхового торфа главное не залить наблюдать за прикорневыми гнилями которые часто страдают от бегонии вот здесь вот они подгнивают стебельки у них поэтому вот уголь шоккоал которым я в прошлый раз сделал вот видите черная земля это видно уголь везде действует отлично мало ли ну потому что кто-то не верит вот а я уже показываю на своих вот прищипку виду и они постепенно отрастают но мне не надо чтобы они сейчас бурно росли мне важно чтобы они были покучнее поэтому как только начинает расти я их сразу прищипываю вот ну и будем ждать результаты не буду снимать с полок все мои бегонии у меня их там ну штук наверно 12 вот разных о бегонии вечноцветущей пока мы с вами не вспоминаем бегония вечноцветущая растет очень быстро по сравнению с разными другими видами бегоний поэтому сеять ее будем ну я буду ее сесть вообще в марте месяце теперь где вообще взять но семена можно купить вы можете найти семена по-другому еще можно эти бегонии купить распространять в своем саду я имею ввиду купив черенки то есть бегония отлично черенками развивается и клубневая кстати говоря тоже потом постепенно наращивает клубенек и пожалуйста да или другие виды бегоний которые размножаются только с помощью черенка черенки я часто покупаю в гравиоле я вам показываю на весну наверное что-то себе прикуплю новенького еще появится один варианте можно будет купить но я вам расскажу это ближе к весне у проверенного поставщика поэтому кроме как семенных я еще буду их свои не хочу размножать но это сейчас не хочу может быть весной они сильно пойдут и уже и свои размножу кстати говоря ну вот я вам сейчас покажу например вот такой вот черенок который ну допустим он когда подрастет его можно будет отрезать вот такой череночек поставленный в марте месяце он прекрасно укореняется в махе я укореняю его или в воде или в рыхлом стубстрате и уже в середине лета образуется ну это конечно не огромный вот такой куст но хорошенький куст с цветами имейте это в виду поэтому если вы купите черенками весной у вас тоже ну бегонии зацветут вот а с годами уже это получается ну такие каскады если вы конечно выращиваете ампельные бегонии бегонии которые кустовые я выращиваю поменьше потому что ну очень некрасивые цветут сумасшедшими крупными розами как я говорю но просто в кашпо их труднее вырастить нужно какую-то подпорку всегда делать ветер заваливает а те которые висят у меня на заборе в принципе не боятся ни дождя не града уже это проверено даже заморозка я их подрезала и опять они обросли еще больше больше нарастили побегов и замечательно цвели так что вот как я уже более-менее к ним привыкла хотя тоже многому учусь уже такая неубиваемая история происходит с моими бегониями так что и вам желаю дорогие друзья вот посевов до будем наблюдать с вами просто вы просили я говорю срок уже настал только лишь потому что примерно через месяц мы увидим с вами первые сходы а это уже будет конец декабря но не переживайте можно посеять и в декабре и в январе просто чуть-чуть сдвинется их развитие и цветение следующее видео я вам покажу как буду сеять другие цветы тоже уже буду только лишь для того чтобы пораньше пораньше у нас такое короткое лето на нашем северо-востоке ленинградской области конечно хочется чтобы в июне это еще были не маленькие растения все-таки уже что-то цвело и нас радовало вот поэтому 7 раньше и конечно если у вас условия есть поэтому все такие цветы мы должны выращивать с вами под лампами просто так на окне вырастить это достаточно трудно иногда невозможно поэтому есть условия вот пораньше с вами и 7 следующих роликах покажу что тоже буду сеять пораньше это же это уже проверено что надо это сеять раньше желаю вам хороших всходов прекрасных растек всего самого доброго